Всем привет дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес и мы сегодня будем играть в Payne the Town Red, смотреть новые интересные уровни, которые у нас появляются чуть ли не каждый день и у нас наша рубрика, ребята, возвращается. Друзья, если вам нравится Payne the Town Red, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ну а также, пользуясь случаем, ребята, у нас проходят стримы каждый практически день. А большинство стримов у нас проходит на Твиче, ребята, все ссылочки будут в описании, жду вас на своих стримах. Ну что ж, давайте будем смотреть, это у нас интересный уровень, какая-то мистическая комната, что-то такое, ребята, с мистикой связанное. У нас здесь есть две заточки, красная и желтая, вот такая вот, да, заточечка и, соответственно, давайте будем разбираться, что у нас здесь за уровень. Выходим сюда, окей, дальше, что это, это просто коридорчик такой, так, и куча здесь различных дверей. Здесь есть все двери у нас коричневые, а одна зеленая, ну давайте пойдем в зеленую. Бам! Чуть фигня, подожди, она исчезла, она исчезла, зеленая дверь просто исчезла! О, она открылась, ну-ка, погоди, что с дела? Вау, она как-то очень странно себя ведет, короче, не могу туда зайти. Ладно, пойдем в следующую дверь, так, здесь у нас сто, здесь у нас пираты, здесь злобные, злобные, опасные пираты, которые у нас здесь стоят, и я не знаю, давайте возьмем у них пистолет, здесь есть один патрончик, и это все. Играет бильярд, но они что-то не похожи на игроков бильярд, но мы идем далее. А, дальше, так, оба, здесь длинный коридор. Так, что у нас в конце коридора? Мистическая, мистический уровень, ребята, что здесь будет? У нас здесь есть лопата. Лопата, это штука классная, особенно хороша в ближнем бою, просто незаменима. Дальше, идем сюда, опа, черная комната. Так, здесь бутылки какие-то, бутылки, бутылки, и все. Ммм, довольно тоже любопытно, что за комната? Написано ВИП, ВИП-комната. О, мы дошли до ВИП-комнаты. Оу, здесь есть дружбанища, посмотрите, он танцует, вау, молодца. Так, дробаши, здесь уже пять патронов. Музычка, дубинка, и я возьму себе, конечно же, дробашек. Ладно, хорошо, возвращаемся сначала. А мы посмотрим, что у нас с левой стороны. Так, и тут у нас полицейский охраняет туалет. Он тоже дружественный, посмотрите на него. Ну, в принципе, позитивный чувачок. Ладно, идем сюда. Это что такое? Странно, это какой-то лабиринтик. Боже мой. Два чувака абсолютно обнаженных лежат на кровати. С кием. Ммм, ммм. 18 плюс, короче. Ладно, окей, идем сюда. Здесь что? Опа, танцующий босс. Танцующий босс в абсолютно белой комнате. С черными, с черным, с черной мебелью. Блин, он стоит на столе, но этот босс очень сильный. Мы им, наверное, чуть попозже займемся. Так, здесь у нас байкеры. Здесь у нас байкеры. Походу, здесь будет замес. И есть у нас пираты, есть байкеры. Оу, здесь повара. Вау, прикол вообще. Смотрите, как они прямо синхронно все орежут. Прям вообще молодцы. Школа. Возможно, это как эта школа поваров, типа того. Наверное, какая-то у нас здесь реалити-шоу прям конкретное. Это все, что ли, получается? Так, это все. Все комнаты очень странные. Все комнаты. И последняя дверь. Последняя дверь. И, по-моему, здесь она куда-то ведет в никуда. Там какой-то туман. И, походу, если я туда спрыгну, я, наверное, разобьюсь. Ну что ж, давайте будем начинать. Так, наверное, я, ребята, даже не знаю, с кого бы начать. Возьмем, наверное, и начнем с байкера. Вот так вот. Бам! Сразу же. Вот. Бам! Еще. Все. Мясо вообще. Просто мяско. Ох, так, я, по-моему, еще стругана своего грохнул, что ли. Это же офигеть. Так. И здесь еще нормально. Так, хорошо. Девять человек у нас остается. Погнал этот самый товарищ-то у нас самый лютый-то. Подожди, у нас наш босс против босса. Это, конечно, будет очень сложно воевать. Я даже не знаю, сейчас будем чем против него воевать. Нам нужно что-нибудь найти. У нас, кстати, что у нас есть? У нас там лопата есть. У нас здесь есть бутылки. Ну, в принципе, кое-какие, какое-нибудь, какое-какое у нас оружие есть. Ой-ой-ой. Отпрыгивай, отпрыгивай, отпрыгивай. Что-то прям повара, повара. Это же лютые товарищи, ребята, повара. Это просто очень жесткие ребятки. Так, возьмем сюда. Зайдем. Сейчас будет очень опасно, потому что здесь меня могут и как раз и накрыть, понимаете, толпой. Так, еще. Еще валим. Нормально, нормально, нормально. Шесть человек уже остается. Главное сейчас опасаться вот этих выпадов, потому что они умеют прыгать. И в прыжке наносить смертоносные удары. Так, а у босса есть какой-нибудь меч? Нет, у него ничего нет. Меча у него нет. И там босс, по-моему, всех шинкует. И остается их пять человек, ребята. Пять человек. Отличненько, отличненько. Есть. Хорошо, дайте мне какое-нибудь оружие. Дайте, дайте оружие. Оружие, оружие. Плиз. Уходи, уходи, уходи. Так, вот там что-то было, по-моему, у нас нет. Где же у нас было? Ух ты. Тут у нас кто, а? Так, это же наш дружбан, подождите. Это же наш дружбанище, вообще-то. Так, давайте сейчас будем электрошок тратить на босса, потому что босса, блин, болеть будет тяжело прям конкретно. Его просто остальными, с остальными-то я справлюсь-то, это без проблем. Вот босса надо будет постараться. Сейчас у нас заряд-то кончится скоро, и все. Так, а что у нас? Подожди. О, нормально, все, последний это был. Теперь мне нужно отыскать пистолет. Пистолет у нас есть, пистолетик один еще нужно использовать. Так, тихо, спокойно. Так, есть три человека осталось, а где у нас еще остальные? Вот тут, может быть, у нас где-то заперты. Где остальные ребятки? Я не пойму. Так, босс у нас что-то сюда пришел. Воу, да, шикарно. Я беру меч, и у нас остается два чувака, два чувачка. Так, здесь вроде бы все норм. Здесь норм, правда, с дверями небольшие проблемки. Но где у нас еще спрятались два человечка? В реалити-шоу кулинары у нас, в принципе, все слились. Так, в темной комнате никого. Здесь у нас там лопата больше. Ну, я не знаю, ребята. Вот, может быть, они куда-то у нас, куда-то у нас убежали, возможно. Может быть, какие-то двери спрятались, в принципе. Даже не знаю, ребята, где они могут быть. Ну, ладно, в принципе, мы, я могу сказать, что мы, в принципе, затащили кадрочку. Стоальных двух человек я просто не вижу. Возможно, где-то они у нас спрятались за текстурами. Провалились, или убежали вон куда-нибудь, вон туда, наверное, да? Ребят, я считаю, что мы, в принципе, этот уровень прошли. И идем мы дальше. Ну, очень, кстати, интересно. Мистический, мистический коридор. Я бы так его назвал. А мы идем дальше, ребята. Довольно интересно, довольно интересно. Мне нравятся такие уровни, когда ты вот заходишь и не знаешь, что будет дальше. Это прямо, это прямо как бы привлекает такие уровни. И мы отправляемся в KFC. Ребят, кто был в KFC, прямо сейчас ставьте лайк. А кто был в McDonald's, пишите об этом в комментариях. Так, в общем, KFC или McDonald's, что вам больше нравится? И почему? Так, вот мы и оказались в KFC. Здесь у нас главный вход. Здесь у нас как раз принимают заказы. Вот я вижу, денежки люди выкладывают, чтобы сделать заказик. Здесь у нас уже кушают. Всем приятного аппетита. Здесь у нас туалет. Я вижу, нашего дружбана держит. Кто-то за что-то пытается... Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Что пошло-то, подожди! Что понеслось-то? Ух ты! Посмотрите, прямо все что-то погнали. Все начали друг друга месить. Бежим сюда. Здесь повара. Здесь еще комната какая-то. Кухня. На кухне повара, короче, все друг друга месят. Так, погоди, тут опять же босс, что ли? Да, елки-палки, да. Что же нам не везет на этих боссов? Давайте будем сливать как можно больше народу, потому что, мне кажется, давайте мы начнем, наверное, сначала. Я сделаю рестарт, потому что я чуть не понял. Я зашел в туалет, и у нас началось вообще-то месиво. Тут у нас есть один друг, этот охранник. И тут у нас еще два друга у нас получается. Давайте пройдем сюда и посмотрим, как здесь у нас проходит все в спокойном состоянии. Да, в принципе, повара здесь все готовят. Кстати, вон щит у нас висит. Я возьму, наверное, ножичек. Костеты, короче. Ну, все прям вообще шикарненько. Ребята, ну что ж, давайте будем начинать, наверное. Сейчас мы уже вполне осознанно можем начать месиво. Я попробую спасти нашего дружбанища. Как-то вот так вот, наверное. Да что такое? Никак я не могу его зарезать. Это капец конкретный, конкретный дядя. Так, возьмем какую-нибудь бутылку тут уже. А, вон, кстати, меч еще. Маленький ножичек у нас. Ну, все, понеслась, ребята. В KFC пошел замес серьезнейший. Просто серьезнейший. Все начали биться с друг другом. А вот где у нас дружбан-то, а? Смотри, как мы полостаем-то одного с другим. И кто-то со спины пытается мне нанести удар. Прибежала целая толпа. Я забегаю сейчас к поварам, потому что у поваров всегда у них есть что-то очень прикольное и интересное. Например, сковорода, с которой можно прямо нормально затаскивать каточки. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Давай, 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 давай. Повара, повара. Смотрите, какие они лютые-то, а, ребятки. У них еще есть, кстати, тесаки. Не только у них есть замечательные сковородки, но еще есть и тесаки. Это прям хорошая штука. Блин, тут охрана. Посмотрите, сцепилась с поварами. Потому что повара, это вообще одни из самых пейнзотов-дред, они одни из самых лютых ребят. Потому что они очень жесткие, постоянно имеют дело с тесаками. Это, опа, одного, оп, 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 отходим, 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 отходим. Давайте вернемся, в общем-то, в зал, где все кушают. И посмотрим, что у нас здесь вообще-то происходит. Так, смотрите, какой-то у нас, по-моему, это клиент. Даже не знаю, кто это, возьмем сейчас стул, может быть, стулом как-то можно будет отмахаться. Да, нормально, в принципе, у нас... Я думаю, сейчас мы быстренько зачистим это помещение. Я предлагаю это сделать, чтобы уже довести этот уровень до финала, до, скажем, ключевого момента, когда в пейнзотов-дред, по старой доброй традиции, всегда должен остаться только лишь один. Хватая рюмка, хватая абсолютно все вещи, которые можно схватить, чтобы нам реально здесь выжить. Потому что если мы здесь не затащим, нас здесь реально могут грохнуть. Прямо это практически 100%. Это и есть 100%, но, в принципе, у нас, смотрите, как народ у нас. Опа, опа, опа. Вот это я прямо что-то прям как-то оплошал немножечко. Меня кто-то резанул чем-то. Так, берем куском мяса. В принципе, я уже затаскиваю несколько человек одним кусочком мяса. Что у нас еще есть? Что у нас еще есть? Ну-ка, давай, 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 бро. Да, хорошо. Давайте кого-нибудь покидаем вот так. Вот, отлично, с ноги пробиваем. Кстати, здесь у нас такая прямо довольно интересная атмосфера. Звук здесь есть, но музыки никакой нет. Видимо, все как бы бьются так, 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 в полной тишине такой. Ну, мы сейчас возьмем электрошок и сделаем прямо сейчас интересные вещи. Так, великана вот этого надо бы грохнуть. Нормально, нормально. Вот, сейчас хорошо, ребят, пошло. Так, стулья разбиваются об головы, квадратноголовых наших ребят. Просто они рассыпаются об них. Да, блин, дайте мне какой-нибудь нож, серьезно. Дайте мне нож, я хочу затащить эту каточку. Посмотрите, как их, в принципе, маленьком KFC, их довольно много. Блин, чертовски. Что-то много я беру подносы. Подносы, кстати, штука, кстати, классная. С подносами можно воевать и воевать. Так, давайте я кину кого-нибудь поднос. Сейчас, так, какая-то у нас бутылка молока, по-моему, улетает. Помидоры, яблоки. Можно со всеми предметами работать. Вырываем кран. Ух ты, гад, нифига, так мне полосанул-то, а? Серьезно-то как, а? Давайте еще, может быть, кранчик вырвем один. Вот, еще один вырываю кранчик. На ему вот так вот, а? Есть минус два, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Уходим, 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 уходим отсюда, потому что у нас сейчас есть берсерк, в принципе. Ох ты, в туалете ты, какое месиво-то, а, ребята? В туалете просто вообще там, я не знаю, труба какая-то происходит. Так, у меня есть берсерк. Давайте я сейчас кран сейчас сломаю. Вот, сейчас сломал кран, и я беру берсерк. И сейчас попробуем, сейчас конкретненько будет у нас вот... Вот так вот, бам! Да! Здоровяка, бей! Е-е-е-е! Хорошо. Ох! Так, боссу досталось прекрасно, прям вообще. Очень хорошо прошло прям по боссам. Босс-то у нас лютый товарищ, поэтому его надо бы, конечно же, валить на раз-два, потому что с остальными-то мы еще разберемся, но посмотрите, у него просто... Въезд! Осталось всего лишь шесть человек, это прекрасно. Пять остается, нормально. Рюмочками добиваем. Рюмочки у нас еще работают здесь. Так, хорошо. Что здесь можно взять? Я предлагаю, наверное, пройти к поварам. Кто меня встречает прямо у входа, прямо у входа кто-то меня встречает, прямо обалдеть, а? Как бы сейчас обидно было бы сдохнуть, это вообще, ребята, было бы очень обидно. Так, 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 так. Берем поварешки, вернее, не поварешки, а наши сковородочки. Сковородки, есть минус четыре, ребят, минус четыре, но все-таки очень-очень серьезно нужно сейчас относиться ко всему, потому что нельзя, нельзя ошибиться. Четыре человека у нас остается, три человека остается и два человека остается, прекрасно. Так, у меня есть кинжалы, кто же там будет? Ну, давай, давай, давай! Так, у нас есть вот этот вот товарищ, давай, иди сюда, иди сюда. Два человека у нас осталось. Ну-ка. Один с ножом, кстати, а? С кинжалом, все по-честному, все по-честному, в принципе, идет у нас. И, так, один человек остался, один, берем стул. И, я думаю, стулом можно, где он там, где он упал, я даже не вижу, где он, куда он улетел. Ну-ка, бам, стул раз, и стул два, да ладно, ты еще живой. Офигеть, просто офигеть, чувак мега выносливый. Так, возьмем сейчас ножик, и, я думаю, может быть, ножом его, если как-то бам. И-э-э-э-э-э-э-с, KFC затащили, и идем дальше, ребята, и идем дальше. Да, прекрасно, хотя нас здесь здорово потрепали, прям конкретно это было. Но мы двигаемся далее. И у нас следующий уровень, это у нас будет, это у нас будет маленький самолет, ребята, маленький самолет. Мы находимся на маленьком самолете, что здесь творится? Это очень маленький самолет, здесь есть всего лишь три человека, вход туда запрещен. Я там вижу, что пилот, и перед ним вон там огромный винт. Здесь у нас, я не знаю, кто это, кто это такой, кто это у нас, чувачок какой-то лежит, видимо, закалеченный у него в руках, я вижу, ножик. А вон там вот какой-то пират, я не знаю, в каком он отсеке, в багажном, наверное, отделении, или здесь багажное отделение, да, находится. Короче, я так понимаю, в маленьком самолете сейчас будет очень жесткая и лютая битва. Ну что, давайте попробуем, давайте попробуем. Так, с кого мы начнем? Если я зайду сюда... Воу! Сразу сагрались на меня! Эй, стоять, стоять, стоять! Пилот сразу бросает управление, самолет начинает, по-моему, дико падать. Что происходит? Тихо, 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 он мне полосанул. Да ладно, найму с ноги. Опа! Так, попал. Подождите, тут еще пират какой-то, блин. Офигеть, да! Пилота слили. Найму еще вот этому, мерзавцу. Посмотри, как он тут же-то, а? Нападает-то, нехило, нехило. Это заключенный, видимо, да? Надо пробить его. Во, нормально, нормально, нормально. Я думал, он винтом нарвется. Почему у нас пират здесь выйти не может? Это вот интересно. Тихо, 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 спокойно. Пират! Вот так мы ему попали. Вот так вот. Отходи, отходи, отходи. Там, видимо, он не может здесь пройти. Я не знаю, почему. Блин, у меня жизни-то немного так-то осталось. Так, у меня ломается бейсбольный битв. Что у нас здесь есть? Он сюда не пройдет случайно, а? Может, как-то здесь можно вырвать какие-то с нашей кабины пилота. Может быть, что-то можно бы взять. Нужно сломать ему щит. Думаю, да, сломали щит. Здесь уже будет проще, конечно же, да. Можно и с ноги наносить удар. Можно и, в принципе, его и так метелить нашего пирата. Но пират, я вижу, что он очень опытный боец. Он очень суровый. И посмотрите на него, какой он дядя-то непростой, да? Вот так вот. Да, попали, попали, попали. Хороший был нокдаун сейчас. И пират все-таки стоит. Стоит. Так, куда-то он улетел. Смотрите, он куда-то упал вообще. Он слетел. Это, видимо, крыло было, я так понимаю. Это, видимо, крыло. У нас находится. И мы можем двигаться дальше. Мы можем сейчас прыгать, наверное, с парашюта. Потому что управлять самолетом я, ребята, не могу. И мне нужно сейчас срочно прыгать с парашюта, чтобы мы не разбились. Потому что мы сейчас просто у нас крутой опеке. Ребята, если вам нравится Paint the Town Ride, то не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайки. Жмите на колокольчик. Приходите ко мне на стримы на моем Twitch-канале. Там мы общаемся вместе с подписчиками. С вами был Родригес. Всем счастливо. Хорошего настроения. И пока-пока.